Вы же заметили, как в последнее время стало много кино и сериальных новинок? Четвертый Тор, Женщина Халка, еще и драконы со всякими там кольцами? А сейчас вопрос на миллион. Что будет, если взять самые хайповые темы и крутые новинки и смешать все это с качественным шмотом? Получится сайт Всемайки. Кэжуал, спортивная или домашняя одежда, аксессуары. Там вы найдете все, что угодно с принтами на любую тематику. Например, можно найти вещи с новинкой Домом Драконов. Самое крутое, если вы не найдете нужный принт, то сможете создать свой дизайн в конструкторе. Переходите на сайт по QR-коду или по ссылке в описании и ловите промокод GEEK922 на скидку в 10%, который суммируется со всеми акциями на сайте. Здравствуйте! Вы смотрите GEEK MOVIES. Расширенная версия Нет пути домой официально вышла в кинотеатрах США. Как и обещалось, в ней есть 11 дополнительных минут, сведения о которых просочились в сети в ближайшие пару минут мы с вами все разберем. Ведь разбирать-то есть что. У фильма появилась новая сцена после титров, которая наконец рассказывает, как именно сработало заклинание Доктора Стрэнджа. Попутно фильм раскрыл пару других деталей, и в ближайшие минуты будет очень весело. А бонусом для самых внимательных мы расскажем о вырезанной сцене после титров Доктора Стрэнджа, в которой фигурировал кое-кто из Фантастической Четверки. В общем, устраивайтесь поудобнее, друзья. Ну а мы, чтобы не лить воду, сразу перейдем к новой сцене после титров Нет пути домой. Как вы помните, в оригинальной версии в качестве одной из сцен показали трейлер мультивселенной Безумия. Теперь это уже не актуально, и в новом релизе Sony засветили новую минутную сцену. Она представляет из себя последний выпуск новостей от Бетти Брандт, которая, как и остальные ребята, заканчивает школу. Бетти выступает закадровым рассказчиком истории их потока, которая смонтирована в небольшом видео и охватывает события всех трех сольников Тома Хохланда. А попутно и Войны Бесконечности, показывая, как некоторые пропадали после щелчка Таноса и возвращались через пять лет. В трогательном ролике мелькают фото и видео приключений, через которые прошли ребята. А что самое примечательное, на них нет лица Питера Паркера. Во многих разборах, говоря о новой сцене после титров, упоминают, что Паркер в ней отсутствует. Якобы заклинание Стрэнджа вытерло его даже с фотографий. Однако в реальности все немножко сложнее. На самом деле, в ролике Бетти Брандт Питер Паркер есть, как минимум дважды. Один раз на фото из Венеции, а второй во время видео из «Возвращения домой», где шла подготовка к баллу. Но и там, и там его лицо скрыто. На фото из Италии перед стоящим посредине Питером пролетает птица. На видеоподготовке к баллу Питер стоит спиной. А в остальных отрезках упор делается на Эмджей, Недди, самой Бетти и других ребятах. Исходя из этого в целом, понятно, как сработало заклинание доктора Стрэнджа из концовки. Физически Паркера, судя по всему, из мира не вытерло. Его паспорт должен работать, документы из школы также на руках. И чисто технически он вместе со своим потоком выпустился. А значит, может спокойно поступать в институт. Однако магия Стрэнджа сделала так, что для всех в школе Питер Паркер превратился в персонажа не то что второго плана, а скорее массовки. На всех фото он замазан или показан со спины. И вспоминая приключения в Венеции, все будут помнить какого-то одноклассника, который там вроде как был, но конкретно с ним никто не общался и дружбу не заводил. Это очень важно, ведь после просмотра оригинальной версии мы ломали голову над тем, как Паркеру вообще выживать, если у него нет документов и легально он является бомжем. Теперь все немного понятней. Магия Стрэнджа, судя по всему, поработала индивидуально с разумом каждого человека. В школе он был, однако у всех в головах запомнился как серая мышь, которой и лица-то никто не помнит. В целом достаточно логично, ведь если покопаться, каждый может вспомнить у себя в школе подобного тихоню одноклассника, который вроде был, но как он выглядит вы не помните. С Хэппи наверняка та же ситуация. Ему мозги вправили так, что тетю Мэй он помнит и может даже отдаленно припоминает, что у него есть племянник. Но как он выглядит Хэппи понятия не имеет. Вот и не узнал Питера на ее могиле. С Омстителями тоже все логично, кроме Тони Старка. С Паркером лично никто особо не общался. Да, Стражи Галактики, Капитан Марвел и другие ребята во время битв с Таносом видели Паучка без маски. Но это было поверхностно, и только Старк поддерживал отношения с Паркером всерьез. Для остальных заклинание просто сделало воспоминание о лице Человека-паука чем-то мелким и незначительным. В конце концов сомнительно, что та же Капитан Марвел запомнила Скотта Лэнга во время финальной битвы. Вот и Паучка забыть будет просто. Такой механизм работы заклинания выглядит надежно. Представьте, что вы доктор Стрэндж. По логике Стрэндж должен помнить, что сотворил заклинание. Однако на все попытки вспомнить для кого, мозг будет отвечать отказом. Фотографии окажутся не четкими, а с записями что-нибудь да случится. По логике можно пытаться найти человека, который никому не нужен, живет в одиночестве, не имеет друзей и особо никуда не выходит. Да под это описание попадает половина населения планеты. А уж у молодежи проценты того хуже. Даже зная, что личность Человека-паука стерта, найти его будет тяжеловато. Однако есть в схеме и недостатки. Их ярко демонстрирует вторая сцена, которую добавили в расширенную версию «Нет пути домой». Если точнее, речь о расширенной версии диалога Эмджей и Питера прямо перед тем, как Стрэндж скастовал заклинание. В ней девушка просит, чтобы волшебник включил в заклинание и ее. То есть, чтобы помимо Питера все на планете забыли и Эмджей. Разумеется, этого не происходит. Однако прецедент интересный. Ведь получается, что Стрэндж будет помнить, что стирал память кого-то, с кем знакома Эмджей. А сама Эмджей будет помнить непонятно что. Здесь и кроются проблемы. Если Мишель помнит, что стерли личность ее парня, то найти таинственным образом затертого со всех фотографий одноклассника не будет проблемой. Если Мишель этого не помнит, но помнит, что была у статуи свободы во время финальной битвы, то может понять, что что-то не так. Расследование Эмджей проводить не умеет. И наверняка этот путь тоже приведет ее к Питеру Паркеру. В общем, лазейки в заклинании видны уже сейчас. И это четкий план сценаристов. Эрик Соммерс и Крис Маккена, комментируя концовку, рассказали, что они сознательно решили сделать упор на эмоциях, а не на деталях того, как сработала магия. Изначально в их планах была сцена, похожая на «Назад в будущее», где Паркер пропадал с фотографий. Но позже они решили убрать конкретику. И не потому, что не смогли все завернуть. По словам сценаристов, это сделано для того, чтобы раскрыть суть заклинания Стрэнджа в четвертой части. То есть нам уже кинули спойлер на продолжение. Почти наверняка там и вскроются удочки, с помощью которых Эм-Джей снова разгадает тайну личности Человека-паука. Все же Зен-Дайя слишком популярная актриса, и не верится, что Марвел так просто отпустит ее с крючка. Правда, наша теория в том, что конкретно в четвертой части этого не произойдет. Все же есть еще Гвен Стейси, Мишель Гонзалес, Дебра Уитман и десяток других подружек Человека-паука из комиксов. Для Марвел было бы логично ввести кого-то из них, а уже потом в пятой-шестой частях вернуть и Эм-Джей, устроив любовный треугольник. И тем самым не обесценивая концовку «Нет пути домой». Но это уже домыслы, а пока вернемся к другим новым сценам. Фильм начинается с зум-звонка Эндрю Гарфилда, Тома Холланда и Тоби Магуайра. Пару секунд они говорят о фильме, а потом Том и Тоби признаются в любви Эндрю Гарфилду. Далее идет сцена с братом Холланда Гарри, который играет мелкого воришку. Его паучок задерживает, однако прохожий обливает беднягу зеленой краской с криком «Мистерио навсегда!». Это, собственно, и причина, по которой костюм пришлось вывернуть наизнанку. Сразу после этого Питер идет в школу, где начинается еще одна новая сцена. В ней во время урока физкультуры учитель и дети просят Паркера показать способности и залезть на стену. А Бетти Бранд берет интервью у всех, кто знаком с Питером, чтобы они и поведали свое мнение о паучке. Кусочки этих сцен, к слову, попали в ТикТоке Дейли Бьюгл, с помощью которых Марвел в сентябре рекламировала фильм. Одновременно это и есть самые продолжительные удаленные сцены. В сумме интервью занимает около четырех минут. Особой смысловой нагрузки в них нет. Просто шуточки за 200 и демонстрация того, как Питеру тяжело жить с раскрытой тайной личности. Следующая сцена связана с «Сорвиголовой». О ней рассказывал Чарли Кокс, и дело разворачивается во время разбора к Хэппи с правительством, который тизерили в оригинальной версии после сцены с поимкой кирпича. Мэтт Мёрдок защищает Хэппи от агентов из Damage Control, и в этот момент Хогану на телефон приходит уведомление от охранной камеры из дома, на которой видно, что Питер привел к нему в квартиру злодеев. Хэппи начинает потеть, и Мёрдок спрашивает у него, что случилось. Хоган удивляется тому, как слепой адвокат умудрился почувствовать пот, и сцена заканчивается. Вторая по продолжительности из новых сцен, это расширенная версия болтовни трех паучков перед финальной битвой. В ней паук Гарфилда пытается позвать паука Туби потусоваться, после того, как все закончится. Тоби напоминает, что для начала надо бы не умереть, а Гарфилд шутит, что позже возьмет у него номер, чтобы созвониться. Особой сюжетной нагрузки сцена не несет, и просто укрепляет связь между тремя паучками. На этом, собственно, все, и теперь хотелось бы поговорить о том, чего в расширенной версии нет, и чего ей не хватило. Во-первых, нет там драки паучка Тоби с зеленым гоблином. Ее со стопроцентной вероятностью отсняли, ведь отрывки светились в фичуретке цифровой версии. Во-вторых, сцена после титров по-хорошему должна была быть изначально, ведь она придает фильму совсем другой окрас. По иронии, этот релиз «Нет пути домой» Sony назвали более веселой версией, однако по факту он является версией более грустной. Просьба MJ стереть и ее, а также сцена после титров без Питера Паркера несут сильную эмоциональную нагрузку, и было бы очень здорово увидеть это в изначальной версии, ведь создается опасный прецедент. Все мы помним, что «Нет пути домой» в декабре вышел с недоработанной графикой, и, судя по всему, сцена после титров тоже была не готова. Если повторный релиз будет успешным, велики шансы, что все киношники перестанут заморачиваться и начнут выпускать фильмы в прокат по два раза. Первой можно пускать и сырую версию, а потом дорабатывать ее и срубать деньги заново с минимальными вложениями. Конкретно «Нет пути домой» вопросов не имеется. Повторный релиз крут, и смотреть расширенную версию в кинотеатрах здорово. Но очень не хотелось бы, чтобы у киношников это вошло в привычку. И нам по аналогии с играми сначала давали сырой продукт, а уже потом представляли отполированную версию. Будем надеяться, это лишь наша паранойя. Ну а на этом все. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин